так всем здравствуйте здравствуйте всем напишите пожалуйста меня видно слышно поставьте плюсики в чате чтобы мы могли продолжать добрый день отлично прежде чем ольга начнет лекцию сегодняшнюю я бы хотела быстренько вас с ней познакомить ольга литвин это наш новый специалист из команды ксении пустовой ольга сейчас чуть позже про себя расскажет все свои регалии чем она занималась и свое образование поэтому мы хотим вам сегодня объявить что у нас начинается курс лекции по нашим продуктам и вот только будет нашим спикером поэтому хотела вас немножко предупредить о том что ольга только знакомится с нашим ассортиментом поэтому некоторые вопросы она может еще пока не знать ответ но вы не переживайте со временем она совсем ознакомиться и будет вам развернуто на все отвечать сегодняшняя лекция у нас посвящена на одинке этого каталога это хилатное железо я желаю всем приятной лекции и оставляю вас ольга вам хорошей лекции спасибо и так и так давайте сначала я немного волнуюсь потому что аудитория новая но тем не менее давайте в начале хотелось бы обсудить некоторые организационные моменты у нас есть вкладочка специальная в чате для вопросов именно туда вы можете задать свой вопрос возможно на какие-то вопросы я буду отвечать по ходу лекции да но я надеюсь что у нас останется время в конце потому что у нас время лимитированным и на основные ваши вопросы я смогу ответить в конце лекции поэтому пожалуйста не обижайтесь если на какой-то вопрос я сразу ответить у меня не будет возможности да чтобы не отвлекаться ну и конечно если вдруг не будет по каким-то причинам меня видно слышно то обязательно тоже пишите чтобы я не вещала пустоту будем с вами знакомиться сегодня у нас очень интересная лекция она посвящена железу кстати интересно интересно кто у нас здесь есть в аудитории да спасибо большое уже вижу сердечки сразу поднимается настроение скажите пожалуйста кто что знает про железо для чего вообще в организме нам нужно железо можете напишите написать послов чтобы я видела знакомы ли вы уже подготовленная аудитория да и на каком уровне рассказывать так так борьба с анемией да да для крови конечно это так и я вам еще хочу сказать один момент уже из своего опыта что если у человека есть дефицит железа то какие-либо дальнейшие действия будут малоэффективны о чем я говорю то есть если у человека есть дефицит железа то снизить вес ему крайне сложно набрать мышечную массу очень сложно как лечение каких-либо заболеваний будут малоэффективны да и мы далее поговорим почему поэтому внимательно внимательно слушаем и так представлюсь пару слов меня зовут литвин ольга я имею медицинское образование я врач кроме того я диетолог я являюсь нутрициологом то есть настоящий момент я в работе с клиентами своими стараюсь использовать больше не медикаменты а именно нутритивную поддержку модификацию правильного так сказать образа жизни и модификации питания с помощью этих основ можно привести человека к большим результатам да я являюсь экспертом по рациональному питанию коррекции веса и как уже юлия меня представила я являюсь куратором и преподавателем и экспертом разработчиком некоторых лекций в университете персонализированной диетологии и нутрициологии ксении пустовой я думаю с ней уже многие из вас знакомы а возможно кто-то уже учился в университете и тоже уже является на несколько ступень выше то есть является нутрициологом есть тут наверное такие да да и так для чего же нашему организму нужно железо она играет важнейшую роль вы правильно сказали что железо входит состав гемоглобина это такой белок переносчик кислорода который содержится в красных кровяных клетках эритроцитах и с помощью гемоглобина кислород разносится по всем клеткам и тканям и обратно собирается углекислый газ и поэтому при дефиците железа происходит кислородное голодание всех органов и тканей выходит из строя буквально все органы и системы так участие в образовании энергии у железа есть множество других функций железо входит состав около 73 ферментных систем и что такое ферменты это такие белки без которых не происходит ни одна биохимическая реакция в нашей клетке а вы знаете что наш организм это такая большая саморегулирующая уникальная лаборатория до в которой происходит множество биохимических реакций каждую минуту каждую секунду в каждой клетке так и как раз таки железо входит состав цитохрома цитохромоксидазы множество ферментов так называемых пероксидаз и все энергетические реакции в наших клетках как раз таки происходит с участием железом иммунная функция вы знаете что человек у которого есть дефицит железа чаще болеет например это касается не только взрослых касается первую очередь детей наверное многие замечали что некоторые детки в сезон простуд постоянно просто болеют с осложнениями то есть а кто-то в принципе стойка переносит как говорится пару дней там температура или просто сопли и все опять в строю конечно же организм и ребенок и взрослый у которого нет дефицита по данному минералу до по железу он более стойки потому что как раз таким железо необходимо для развития иммунных клеток для производства наших лейкоцитов например макрофаги знаете что это клетки которые захватывают все инфекционные агенты в нашем организме да то есть они подходят так поглощают макрофаги вирусы бактерии и другие какие-то чужеродные агенты и их скажем так уничтожают это защитная функция организма она может выполняться только в том случае если железо у нас достаточно метаболические процессы то есть превращение железа включая синтез днк а днк это что думаю тоже многие знают это как раз таким генетическая информация то есть паспорт нашего организма одинаковая информация которая у нас есть с первых дней жизни и до конца дней записана в каждой клеточке одинаковая нашего организма и как раз таки метаболические процессы которые есть днк до перенос днк информации синтез белков все это происходит благодаря как раз таки ферментным системам в которых присутствует железо образование коллагена что такое коллаген обычно мне отвечают что коллаген это такой белок в коже да для того чтобы не было морщин нам нужен коллаген и это на самом деле так для того чтобы кожа была упругой эластичной коллаген также формирует нашу хрящевую систему наши суставы без железа коллаген нормально синтезироваться не может так метаболизм некоторых гормонов например гормоны щитовидной железы сейчас у людей очень много есть проблемы гипотириоза да то есть когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов возможно даже среди сейчас вот сегодня нашей аудитории есть люди у которых есть проблемы со щитовидной железой есть же наверное такие так что может быть конечно это могут быть какие-то аутоиммунные серьезные заболевания но если мы говорим именно про железо то может сложиться такая ситуация что из-за хронического дефицита железа да а почему он происходит немножко дальше поговорим почему у нас может не хватать железа вот как раз таки из-за дефицита железа не образуются активные формы гормонов щитовидной железы и врач назначает анализы в анализах ставит гипотириоз заболевания и назначает гормонозаместительной терапии то есть гормоны нет звука пишут так скажите пожалуйста звук есть или нет поставьте плюсики просто одна минутка да чтоб я звук есть у кого нет звука пожалуйста вы можете сменить браузер залезть через другой или просто перезагрузить хорошо у большинства есть значит все в порядке спасибо огромное сразу вижу итак мы продолжаем мы говорили про щитовидную железу может быть такая ситуация что врач назначает гормоны щитовидной железы да то есть достаточно серьезные препараты гормонозаместительная терапия но на самом деле причинами могут быть дефициты витаминов некоторых и минералов том числе железа и если мы восполним железо у нас может на начальных этапах нормализоваться функция щитовидной железы поэтому это очень серьезное серьезное состояние то есть это минерал который нельзя пропускать мимо нужно постоянно делать какие-то чекапы проходить мы об этом тоже еще поговорим для того чтобы следить за уровнем железом в своем организме так также необходим необходимо железом для образования гормона роста у нас есть такой интересный гормон он называется сама то тропин и что он отвечает это действительно гормон роста который у деток именно и отвечает за развитие и рост детки у которых недостаточно данного гормона они не растут да поэтому если ребенок долгий промежуток времени то есть какое-то время не растет ниже нормы обязательно смотрим гормон потому что потом может быть уже поздно и как раз таки благодаря железу происходит синтез данного гормона что касается взрослые для них гормон роста тоже крайне важен он вырабатывается именно ночное время примерно так по оценкам некоторых специалистов с 11 до часа ночи вот почему еще очень важно спать ночью и вы знаете что например ночью благодаря гормона роста мы можем спать и худеть до происходит процесс жиросжигания если на все в порядке с уровнем железа в организме и если в полноценной мере вырабатывается гормон роста сама то тропин поэтому на это тоже обращайте внимание на самом деле у железа множество различных функций дан и люди у которых есть дефицит по железу у них может быть бесплодие они у них нет энергии они себя плохо чувствуют дан мы об этом еще поговорим более подробнее далее то есть роль железа мы назвали такие основные функции на самом деле железо влияет абсолютно на все клетки на все органы и системы и на внутренние органы и на внешний вид организма да и на уровень умственной памяти развития да как человек реагирует на разные ситуации поэтому железо крайне важно один из важнейших минералов поговорим теперь про дозировки сколько же нужно нам железо на самом деле вот если собрать все все железо в нашем организме то его достаточно немного примерно 4 грамма то есть это такой один небольшой гвоздик до представляете но без этого гвоздика без этих 4 грамм железа вообще ничего не будет работать вот такой парадокс и минимальные дозировки которые должны поступать с пищей либо с активными добавками если с пищей этого не происходит для мужчин это 8 миллиграмм железо в день ну скажем так до 10 миллиграмм железо в день что касается женщин конечно для них нормы выше так почему так происходит конечно где когда женщина находится в детородном возрасте у нее потребность железе выше вы понимаете что вот эти циклы процессы ежемесячные менструация при которой теряется достаточно большое количество крови регулярно эти потери требуют восполнения железа поэтому для женщины до 50 лет примерно нормы 18 20 миллиграмм в день должны поступать и что касается беременных женщин и в том числе женщин вперед лактации которые кормят грудью норма железа еще выше это до 30 миллиграмм железа в день то есть 27 миллиграмм если быть точным должно поступать поступает такое количество с пищей или нет это уже вопрос другой и как это железо усваивается это да это тоже вопрос интересный женщины 50 плюс у них в принципе по логике вещей наталья у женщин 50 плюс потребность железе конечно будет ниже чем у женщин детородного возраста да уже в период климакса будет норма около 10 миллиграмм с одной стороны если женщина здорова да мы дальше будем разбирать патологические состояния потому что с возрастом да уже 50 плюс часто встречаются какие-то заболевания например желудочно-кишечного тракта при котором железо плохо усваивается и тогда конечно нормы будут тоже выше еще я бы хотела вам сказать важные моменты что есть такие ситуации в жизни когда потребность в железе гораздо увеличивается это когда например если мы берем детей в периоды активного роста детки у нас растут часто такими скачками то есть вроде ну в первый год жизни это понятно это просто уникальная вещь что ребенок увеличивается в массе в целых три раза да а далее уже немножко меньше то есть допустим дети ходят в школу и вот они так немножечко растут и за лето мальчики например могут там плюс 5 даже плюс 10 сантиметров бывает подростковом возрасте поэтому особенно в подростковом возрасте будет потребность в железе и других минералах и витаминах увеличена также беременные лактирующие женщины мы уже говорили ну и при каких-то патологиях там после операции когда есть какие-то хронические воспаления здесь тоже потребность будет выше так почему железо в организме может быть недостаточно конечно это элементарный фактор когда у нас недостаточно железо просто в пище не хочется сказать что железо содержится как в животной пищи так и в растительной но разница велика потому что в животных продуктах железо содержится в гемовой форме и уже доказано множествами исследований что такое гемовое железо всасывается почти в два раза лучше чем не гемовая которая содержится в растительной пищи поэтому часто люди которые сидят на диетах используют какие-то современные модные питания типа питания также вегетарианцы особенно веганы у них может быть потребность в белке и в железе увеличена у них часто наблюдается дефицит железа и других тоже некоторых витаминов и минералов поэтому поэтому что поэтому если все-таки вы вегетарианец я допускаю такой я не являюсь вегетарианкой на такой тип питания скажем так тоже имеет место быть здесь следует более осознанно подходить к питанию смотреть чтобы белка было достаточно до в рационе потому что без белка железо усваиваться не будет дальше еще я тоже расскажу почему так мясо рыба яйца субпродукты в особенности являются отличным источником железом потому что там она содержится именно в гемовой форме так какие еще могут причины дефицита железа это конечно крови потери основные потери вот такие резкие когда образуется не это крови потери и это не значит что произошла какая-то серьезная травма да у нас идет кровь и нужно накладывать жгут вот расскажу пример допустим некоторые чистят зубы и у них регулярно на щеточке видна кровь да есть такие десна скажем так уязвимые и часто идет оттуда кровь у кого-то возможно носовые кровотечения частые все это кажется незначительно но на самом деле достаточно потери одной чайной ложки крови в день да и вот при регулярной такой ситуации мы образуется дефицит железа в организме так иногда могут быть повышенные потребности в железе я уже говорила то есть беременные женщины дети вперед активного роста особенно подростки при донорстве крови да тоже люди которые постоянно сдают кровь у здоровых людей с полноценным питанием конечно организм привык и кровь постоянно обновляется до компенсируется но не всегда нужно быть всегда на контроле так плохое усвоение железа многие заболевания желудочно-кишечного тракта когда нарушена у нас слизистая вы знаете что железо именно поступает в организм усваивается через слизистую тонкой кишки да то есть железом в нужной форме поступает туда дальше его подбирают белки вот белок например трансферин который мы можем увидеть с помощью лабораторных анализов и например для создания гемоглобина трансферин несет железо в костный мозг красный где как раз таки образуется красные кровяные тельца эритроциты это так происходит в норме и если как раз таки слизистая у нас нарушена кишечника тот процесс происходить не может кроме того если у нас понижена кислотность желудочного сока если есть проблемы вот со слизистой желудка то же самое тогда происходит проблема что не усваивается и белок и железо в том числе так какие-то хирургические удаления части желудочно-кишечного тракта это конечно конечно здесь такие люди обычно на контроле они регулярно издают анализы на железо в том числе на другие витамины например там на витамины группы b когда снижается способность организма абсорбировать железо из пищи кроме того есть некоторые генетические нарушения и в настоящий момент есть генетические лаборатории где по желанию люди могут дать анализ и тоже посмотреть свой генетический статус вот по минералам по витаминам да то есть анализ дается раз в жизни и бывают такие проблемы когда на самом деле у человека всю жизнь увеличена потребность железе потому что нам просто плохо усваивается частые увеличенные потери железа это еще одна причина по которой развивается дефицит железа в организме я уже говорила про кровоточащие язвы про какие-то хронические такие вяло текущие процессы допустим есть хронические процессы в организме которые которые им о которых мы даже не знаем да где-то например в кишечнике благодаря чему да или вернее из-за чего происходит утечка железа хочется сказать что наш организм очень очень умный и если бы он надеялся только на пищу и на какие-то источники железа извне наверное у нас была смертность огромная но эволюционно так сложилось что человек железо которое отработано в организме она не удаляется у нас да а она лицель или циркулируется да то есть белковые какие-то молекулы все же ретроциты железо поступает обратно в организм происходит такой круговорот да и поэтому железо не теряется и получается что нам с пищей нужно совсем небольшое количество железо если организм здоров конечно вот так последствия дефицита железа могут быть разнообразными влиять на различные аспекты здоровья сейчас более подробно будем говорить про здоровье сейчас хочу глянуть вопросы так тут мне уже какие-то клинические случаи так давайте я в конце я постараюсь побыстрее разобраться с презентацией а дальше уже буду раскрывать тему железо через ваши вопросы да и в этой ситуации мы еще поговорим что такое ферритин я вам расскажу про нормы и тогда буду отвечать на вопросы если есть какие-то вопросы именно по данному материалу в ходе лекции можете задать я так могу отвечать пояснять но клинические какие-то ситуации я могу пояснить в конце и так состояние они не я это то о чем вы ответили в начале нашего вебинара когда я спросила что же такое железо и для чего на нам дефицит железа является одной из основных причин они и они не характеризуется недостаточным количеством здоровых красных кровяных клеток которые способны доставлять достаточное количество кислорода к тканям организма и это конечно приводит утомляемости к слабости головокружению и различным другим симптомам то есть они не это уже достаточно тяжелое состояние когда мы например сдаем анализ общий анализ крови уже видим что упал в том числе гемоглобин и некоторые другие показатели врач видит по которым уже может распознать железо дефицит на ними но есть еще также другие виды анемии так ухудшение физической умственной работоспособности железо влияет на когнитивные функции есть наравне вот с белком гемоглобином есть например беру белок нейроглобин это белок тоже железо содержащий которые переносит кислород в клетках клетках нервной системы в центральном нервной системе скажем так обогащать вода наш головной мозг благодаря чему у нас всегда ясный ум высокая работоспособность мы энергичны веселые легко все запоминаем хотим учиться если же например утром мы встаем и уже кажется ничего не сделали уже устали вот как раз таки один из звоночков когда следует сдать анализ и посмотреть нет ли анемии так ослабление иммунной системы дефицит железа может сделать организм более уязвимым к инфекциям и болезням совершенно верно если вы заметили что вы часто стали болеть этот повод обратите внимание на железо так проблемы с ростом и развитием совершенно верно деткам необходимо железо для развития нервной системы для развития нашего мозга то есть это и физическое развитие в том числе и развитие нервной системы проблемы с кожей волосами и ногтями и так я уже говорила что организм наша очень умная система и если звук слышно меня да кто-то говорит звук хороший если большинство говорят что звук хороший значит будем продолжать да спасибо большое итак организм наш очень умная система он способен может приспосабливаться практически к любым условиям и выживает казалось бы в самых экстремальных условиях и если долго нет железа поступления необходимого количества железа если где поднять железо да никаких запасов нету что он делает он выключает некоторые функции организма например без без волос без ногтей организм вполне может прожить без суставов тоже может вполне прожить и поэтому железо берется из органов и систем где она не жизненно необходимо до его используют скажем так системы где она необходимо очень сильно поэтому у людей железо дефицитом может быть очень сухая кожа например если трещины на пятках если сухие локти если есть заеды вот в уголках рта это такие явные симптомы когда мы можем говорить что есть возможно такой доклинический еще латент на дефицит железа на то есть когда они имею не ставим но уже дефицит железа имеется когда расслаиваются ногти еще одним признаком является когда нету лунок ногтях да сначала мизинчики потом безымянный пальчик да можете посмотреть у себя есть у вас луночки такие светленькие основание ногти или нет это скажем так не стопроцентный симптом но один из когда уже нужно звоночек когда стоит обратить внимание кроме того волосы если жутко выпадают волосы если расчесываетесь там моетесь видите клок волос это как раз таки железо дефицит ну и дефицит некоторых других тоже минералов так и волосы плохо растут ранее седина да если у вас есть дефицит железа то до 35 лет уже может могут появляться седые волосы и естественно если компенсировать этот дефицит то волосы даже могут восстановить пигмент конечно если мы не говорим это уже седину уже людей более старшего возраста но до 35 до 40 лет это вполне возможно так ухудшение фертильности это достаточно серьезная большая проблема когда женщина не может забеременеть и конечно одна из причин железо дефицитная они мне естественно как организм будет рассуждает если он не может саму женщину обеспечить если женщина себя не может обеспечить железом то естественно она не сможет обеспечить ребенка своего железом поэтому часто вот мужчины как-то меньше они при первых они часто обращаются к врачу потому что женщины скажем так более терпеливые да женщина вот какие-то такие состояния явные когда вот нет энергии усталость какая-то ну волосы посыпались может дольше это терпеть как показывает практика моя у мужчин чаще выявляют у них реже бывает дефицит железа ну скажем так выявляют чаще они приходят или женщины их приводят да и можно заподобить дефицит железа у женщин часто они это не связывают железо дефицитом ну или не понимают всей серьезности и конечно дефицит железа влияет на возможность забеременеть кроме того почему важно например готовится к беременности да вот я обещала я вам немножко расскажу в слайдах я этого не видела но тем не менее вы должны знать железо у нас может запасаться в организме белки ферритине ферритин это как раз таки такой белок который мы можем проверить в лаборатории и оценить есть запасы железа в организме или нет так вот если запасов железа нету и женщина беременеет то они достаточно быстро истощаются и женщина в анемии и ребенок у такой женщины всегда рождается тоже с дефицитом железа а мы уже говорили насколько это опасно да что это влияет и на физическое и на умственное развитие так как можно коррект корректировать железо дефицитное состояние конечно в первую очередь мы обращаем внимание на питание если у человека железо дефицит если как можно говорили мы проверяем вот в лаборатории конечно это должен делать врач но я вам скажу по-честному что обычный человек в этом может разобраться по крайней мере он может пойти сам сдать анализ зная нормы посмотреть норма или нет и если нет обратиться уже к врачу до для диагностики и для консультации поэтому если уровень ферритина должен быть примерно как масса тела вот нормальная человека допустим если женщина там 60 килограмм у нее должен быть ферритин примерно около 60 вот по оценкам некоторых специалистов но чаще всего если вы вдруг сдадите железо потому что в поликлиниках и вот в госучреждениях в медицинских правило не принято им ферритин не входит вот в обязательные анализы но мы можем это самостоятельно проверить в лаборатории так вот если ферритин низкий это значит что просто нет запасов железа и если какая-то инфекция стресс какие-то заболевания если беременность наступит или у детей если ребенок пойдет в рост все запасы железо исчерпаны и мы сразу организм переходит в анемию то есть бывает что гемоглобин в норме да все смотрят всегда на гемоглобин а вот как раз таки ферритина нет так вот когда гемоглобин в норме а ферритина мало значит еще анемии нет ну вот уже латентно называется доклинический типицит железа когда вот мы уже не первые признаки есть такая усталость вялость сонливость выпадения волос вот разные в таком ключе симптомы так и если как раз таки с гемоглобином все в порядке аферритин небольшой значит мы можем продуктами питания попытаться восполнить без лекарств увеличить потребление пищи которая содержит высокое количество железа мы уже говорили что лучше всего это делать с помощью питания животных с помощью животных продуктов это мясо красное мясо конечно содержит большое количество железа эта птица замечательно рыба если мы говорим про растительные продукты это могут быть орехи какие-то зеленые овощи например вегетарианцы очень ценят шпинат как раз таки за содержание в нем железа брокколи и какие-то цельнозерновые продукты и бобовые но если мы говорим про продукты важно здесь учитывать и сочетание продуктов например продукты богатые кальцием будут снижать уровень железа в организме и до будут ухудшать его с усвояемость поэтому например если у вас стоит цель поднять уровень железа в один прием пищи не употребляется например мясо и какие-то молочные продукты кроме того будут ухудшать усвоение железа чай кофе также цельнозерновые крупы которые содержат большое количество фитиновой кислоты могут ухудшать усвоение железа да то есть они образуют тяжелые такие комплексы железом и выводится из организма поэтому часто еще такая у врачей даже еще прошлого века есть такая рекомендация по питанию то есть хотите увеличить уровень железа налегайте на такой мясо растительный рацион по крайней мере нужно разнести прием пищи молочных продуктов например и из этом печени красного мяса и каких-то других высоко железосодержащих продуктов сразу скажу что рецепты народные бабушкины типа там засунуть железные гвозди в яблочко или еще может кто-то там знает которые нам бабушки рассказывали это с научной точки зрения не работает есть у нас еще есть немножко времени я вам расскажу одну такую интересную вещь мне мама рассказывала когда она была беременна это было очень очень давно мной у нее было они и врачи порекомендовал есть лимоны прямо с кожурой и вот она питалась месяц лимонами с кожурой но я понимаю это были не только лимоны да то есть там были другие продукты и на самом деле уровень железа поднялся но я предполагаю что потому что стал лучше усваиваться белок вместе с лимоном и было увеличилось количество витамина c который как раз таки нам нужен вместе мы должны потреблять вместе железом для того чтобы она лучше усваивалась вот поэтому такие народные методы могут помочь иногда но на них только надеяться не стоит так конечно же прием железосодержащих препаратов поможет коррекции дефицита железа так препараты могут быть назначены совершенно различные препараты я чуть дальше расскажу какие бывают препараты просто чтобы мы все успевали так значит питание препараты также устранение источника потери железа да то есть если вы пьете железо смотрите анализ она поднялась а потом опять упала понятно что нужно копать дальше разбираться идти к врачу что происходит с организмом где идет утечка это могут быть какие-то хронические воспалительные заболевания раз ну не дай господи какие-то там язвы онкозаболевания кроме того на что люди не думать хеликобактерная инфекция которые некоторые говорят не лечить но если есть постоянный железодефицит стоит у врача пролечить кроме того например у женщины частая молочница кандидоз в организме это тоже может ну вот грубо говоря съедать железо это все нужно разбираться вместе с врачом так улучшение усвоения железа я уже говорила что есть продукты есть витамины которые способны улучшать усвоение железа к таким продуктам относится богатая витамином c и если так если витамина c достаточно с продуктами то мы спокойно принимаем железо если нет то мы можем в с препаратом железо дополнительно принимать препарат витамина c это отличный такой комплекс да где много витамина c тут написано апельсины грейпфрут и киви да конечно но какие еще рекордсмены это красный перец болгарский это черная смородина шиповник да если его там не кипятить не использовать кипяток также много в шиповнике ну и в растительных продуктах основном вы знаете так кроме того для усвоения железа обязательно нужны витамины группы b так ну вот это по крайней мере такие основные без которых железо не будет усваиваться ну и конечно белок если есть дефицит по белку если белок не усваивается или мы его с питанием мало получаем значит конечно железо усваиваться не будет и препараты тоже будут плохо усваиваться потому что не будет трансферина перетина и множество других белков которые вот нужны для усвоения железа чай кофе так кальций содержащие продукты препараты я уже говорила то есть чай кофе кальций это такие основные агенты которые доказано ухудшают усвоение железа что такое биодоступность это мера того как эффективно усваивается препарат как он используется организмом если мы рассматриваем различные препараты железом то есть не органические формы вот например форма сульфата железа которые часто назначаются до сих пор врачами почему потому что есть почему потому что она есть в в лечебных протоколах до существуют лечебные протоколы по которым работают врачи и там прописано конкретно что должны назначать эти протоколы достаточно редко меняется но и к сожалению бывает так что уже мир не стоит на месте появились более современные доступные препараты но врачи кто-то рискует и назначает уже более современные препараты а кто-то по старинке назначает то что у них есть протоколах сульфат железа он конечно может поднять уровень железа но плохо то что биодоступность совершенно небольшая так и конечно много побочных действий на организм со стороны например желудочно-кишечного тракта могут быть поносы риски возникновения там язв дети помните еще когда-то может кто-то помнит да когда деткам назначали препараты железа дети все были черными с темными зубами это как раз таки одно из таких неприятных побочных действий ну и конечно же то что болел желудок расстройство желудочно-кишечного тракта это все может быть сейчас есть более современные препараты это препараты органического железа и идеал это хилатное железо то есть что такое хилат это такой белковый комплекс когда молекула железо держится в клещами аминокислотами и вот такой англомерат очень хорошо усваивается нашим организмом то есть представьтесь например 10 20 процентов усваивается железом из неорганических форм сульфатов того же и до 100 процентов может усвоиться хилатное железо конечно но очень быстро поднимает уровень железом и врачи например которые не привыкли работать с этими до с этими препаратами они побаиваются даже хилатного железа да но это все приходит с опытом поэтому потому что она хорошо поднимает и это видно по лабораторным анализом и человек не испытывает побочных действий так да я уже говорила да что такое хилатные формы хилат железом железо там кто-то спрашивает двухвалентная но в принципе здесь это не важно потому что здесь комплекс она проходит именно комплексом за счет того что она содержится в аминокислотах она все равно легко усваивается так какие есть хилатные формы поговорим глицинатный хилат железа то есть это железо связано с глицином мы поговорим про органические формы достаточно высокая биодоступность есть лактатный хилат железа фумаратный хилат железа и я уже говорила что есть есть хилатная форма форме без глицината да когда отлично в отличное происходит сасывание максимальная биодоступность имеет хорошую переносимость хилатные формы железа они могут быть доступны в различных формах сейчас очень множество различных препаратов которые содержатся где хилатные комплексы есть и в таблетках и в капсулах и в различных других формах конечно я могу сказать из практики что например у мои пациенты мои клиенты всегда просят чтобы назначаемые препараты были в капсулах во-первых капсулы легко проглотить в отличие например от таблетки да ну и капсула на крайний случай если невозможно проглотить или дать ребенку или больному человеку можно эту капсулу всегда открыть и чем-то например растворить это не всегда можно сделать каких-то других препаратов но что касается железа вполне допустимо так преимущество хилатных форм железа мы говорим что это повышенная биодоступность 90 100 процентов это просто феноменальная биодоступность по сравнению с неорганической формой и хочу сказать что например железо из продуктов она усваивается не на сто процентов например она усваивается при местом примерно там 10-15 процентов в норме да то есть усвоение а раз из растительной пищи вообще там 57 процентов до гимовое железо 10-15 процентов и здесь вот хилатная форма когда усваивается 90 100 процентов это я отвечу вопрос тем кто спросит можно ли только продуктами поднять уровень железа не всегда хорошая переносимость то есть нет запоров поносов и каких-то других других расстройств желудочно-кишечного тракта уменьшение взаимодействия с другими веществами в принципе когда хилатная форма многие даже расслабляются и не учитываются вместимость потому что в любом случае этот комплекс он защищен это железо да и она легко усвоится не будет взаимодействовать с какими-то другими препаратами стабильность хилатные формы могут сохранять свои свойства достаточно долго и в широком диапазоне условий хранения почему мы об этом говорим потому что достаточно это очень важно для препарата и сейчас вот на рынке есть очень множество различных препаратов просто мы живем в такое время когда с одной стороны здорово что есть куча бадов да мы можем сами поправлять свое здоровье но с другой стороны большая проблема того что много некачественных производителей например или много так тут вопросы уже пошли сейчас будем отвечать или много производителей у которых там некачественное сырье да и здорово когда уже есть на рынке такой более известных качественный производитель которую все знают в качестве которого никто не сомневается мы поговорим про хилатное железо именно фаберлик замечательно что она в капсулах удобно очень что в одной упаковке там как раз на курс лечение если брать например по две капсулы потому что в одной капсуле идет 10 миллиграмм хилатного железа и вот как раз таки когда мы устраняем латентный дефицит железа можно использовать две капсулы в день прошу прощения то есть это безопасная норма который мы можем самостоятельно добавлять пищи и таким образом увеличивать обогащать свой рацион железом и увеличивать железо в своем организме так то есть 60 капсул идет на одну баночку как раз на курс если говорим про профилактические дозировки то есть принципе все нормально но уровень перейти на нас не устраивает там немножко ниже то можно в принципе одну капсулу ну конечно желательно это все обсуждать со специалистом смотреть регулярно свои лабораторные анализы самостоятельно если уже например например в университете прошли курс лабораторной диагностики да или с нутрициологом с диетологом со своим лечащим врачом определить есть латентный дефицит железа или нет для доступное железо способствует поддержанию в норме уровня ферритина и гемоглобина в крови то есть если вы с пищей принимаете вот дополнительно периодически хилатное железо то вы можете быть уверены в том что уровень ферритина гемоглобина будет в норме но мы можем периодически проверять я уже говорила снижение риска развития они не это конечно снижение усталости мы говорили что один из симптомов железодефицита даже вот такого еще до клинического когда у нас там нет таких синих кругов под глазами но уже усталость имеется так вот как раз таки биологически активные добавки пищи фаберлик могут устранить вот эти первые звоночки симптомы латентный дефицит железа вы конечно повышает работоспособность потому что здоровый человек должен быть энергичным активным с утра до вечера то что утром есть усталость это конечно не норма что касается вот железо аминокислотный в аминокислотных и латном комплексе про что я уже говорила он хорошо усваивается без побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта мы уже об этом много говорили и не влияет на уровень кислотности желудка в нашем желудке должна быть очень низкая кислотность до кислота и благодаря этому будет усваиваться и железо и белок так вот если кислотность ненормальная скажем так то железо обычно не усваивается силатные комплексы отлично усваивается и в принципе не влияют вот не ухудшают кислотность и оптимальная дозировка мы уже говорили 10 миллиграмм это профилактическая дозировка вот для мужчины для женщины будет 2 капсулы то есть 20 миллиграмм дозировка ежедневно применяется в качестве биологически активной добавки дополнительного источника железа продолжительность один месяц хилатное железо быстро всасывается длительно его принимать нельзя мы делаем перерыв да если есть проблемы мы пропили посмотрели не сразу где-то через неделю через две с помощью лабораторных анализов если у нас поднялась все да то есть делаем перерыв если нет мы можем продолжить но нужно осторожно потому что переизбыток железа в организме также опасен как и дефицит но с такой профилактической дозировкой там 10 20 миллиграмм переизбытка за это можно не переживать так что касается здесь уже пошли вопросы вот какого возраста можно употреблять детям если мы говорим про бат фаберлик то по инструкции если я правильно помню детям и беременным кормящим это противопоказание но это не значит что детям или беременным не нужно железо им еще больше нужно железо часть чаще часто чем взрослым да просто часто на препаратах пишут противопоказания потому что нету каких-то клинических исследований их редко проводят на беременных на кормящих поэтому производитель часто пишет это противопоказание но вы понимаете что с разрешением врача после консультации можно применять это также детям и беременную по крайней мере я я знаю что хилатные формы железа отлично подходит беременным и отлично подходит детям так норма гемоглобина ферритина ферритин как вес примерно там от 50 до 100 надо смотреть но он должен быть не менее чем ваш вес нормальный и гемоглобин не менее там 125 вот могут быть какие-то там но я говорю такие оптимальные цифры референсы могут быть больше так детям можно давать наше железо я уже говорила что написано противопоказание но после консультации со специалистом можно попробовать потому что дозировка достаточно небольшая она подойдет и детям и взрослым вот то единственное конечно я уже говорила почему часто противопоказания пишут детей беременных кормящих не рискует производители какое время лучше принимать что касается хилатных форм железа лучше принимать с едой время приема ну я не знаю время при вообще в идеале если организм здоров если желудочно-кишечный тракт здоров то многие специалисты знаю назначают вечером между приемом даже пищи не с едой да но все таки я например не знаю как если вы не уверены в своем желудочно-кишечном тракте лучше с едой время приемом большой разницы не сыграет тут более важно с чем с чем идет вы принимаете чем запиваете с какими добавками с какими там лекарствами или с каким приемом пищи то есть мы говорили разделить молочку и продукты богатые витамином c витаминами группу b наоборот можно так перерыв между приемами если вы здоровый человек но питание вы видите что ваше не идеальное и не знаю раз в полгода а вообще по анализам если есть латентный дефицит железа то мы принимаем когда нужно вот месяц-два до наступления до того как анализы не покажут норму это нужно со специалистом консультироваться я так сейчас быстро пробегая потому что у нас время ограничено я хочу ответить на ваши вопросы так уровень филитина 43 так так хилатной формы сразу к врачу так референсное значение 10 120 хилатной формы так вы знаете уровень филитина 9 это очень мало это очень мало идем к врачу дополнительно сдаем трансферин железо можно в сыворотке общий анализ крови может врач еще там такой показатель уже сс назначит то есть идем к врачу и поднимаем 9 филитин крайне мало для взрослого человека так нет в капсуле 10 миллиграмм 3 не 390 390 это масса этого упаковка от 8 до 27 миллиграмм так анна я уже ответил наверное на вопрос одну капсулу если у вас нету анемии и серьезного железодефицита то одну капсулу в день для мужчин и принимаем до 2 капсулы для женщин принимаем до согласно вот таким профилактическим нормам если перейти на чинизки здесь дозировки могут быть выше я вам вообще еще скажу что врачи могут назначать железо когда есть анемия когда они работают вот с хилатным железом от 50 миллиграмм а вообще лечебные дозировки такие восполняющие от 100 до 300 миллиграмм железа но с этими дозировками вы не работаете если вы не врач работает только врачи вы работаете с профилактическими дозировками если есть более серьезная проблема значит сразу идем к врачу так так хилатная форма до хилатная форма фаберлик вообще фаберлик это такой идеальная форма железа я бы сказала идеально то что там небольшая дозировка то есть хочешь одну капсулу можно две три до гораздо сложнее когда у тебя 50 миллиграмм идет в капсуле и как ты это будешь делить это непонятно поэтому во первых круто что это капсулы что там небольшие дозировочки да легко можно проглотить ну конечно идеальная усвояемая форма то есть максимальная которая может быть современном мире латная аминокислотная такая форма железа до который отлично усваивается поэтому что касается производителя за это может быть за качество можно быть точно спокойным так чем опасен переизбыток переизбыток приводит гемохроматозу это серьезное токсическое железо оказывает серьезное токсическое действие на все органы системы уже такие крайние случаи гемохроматоз то может быть врожденным каким-то заболеванием генетическим да но если это переизбыток железа что бывает редко но бывает идет токсическое действие человек то может синить темнеть ну в крайних случаях летальный исход но это уже такое вот серьезное состояние и так у нас осталось совсем немножко времени очень хотелось уложиться но я буду дальше стараться уложиться в час я вас хочу поблагодарить за внимание за то что вы пришли в очень приятная аудитория очень такая отзывчивая мне приятно видеть что вы пишете в чате я надеюсь мы будете с вами видеться каждую среду мы разнакомиться с вами больше да я вам желаю здоровья и до новых встреч спасибо вам огромное ок цветочки сердечки большое спасибо мне очень было приятно до свидания спасибо спасибо спасибо